Субтитры делал DimaTorzok 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 то еще берет за единицу 35 центов за осуществление данной единицы. То есть в итоге общий затрат составляет 0.83 цента на 1 единицу. То есть здесь получается какая возможность. У нас на пакете 50 долларов даются возможности 15 продуктов. То есть на каждый продукт можно максимально набирать 15 штук. То есть набирая 15 штук, показывает общий объем затрат, нам ставят 12.45. И здесь вот нам сразу показывает розничную цену, которая торгуется на разных площадках. То есть это минимальная цена. Допустим, сразу вам покажу тренд просто пластик, то есть резинка. В Соединенных Штатах довольно-то тоже такой вещь распространенная. И очень многие используют как ученики разных, скажем так, университетов, институтов. Это очень много применяется, архитекторы и так далее. То есть это инструмент довольно-таки распространенный и появляется в тренде. То есть здесь какой-то небольшой подъем. И в принципе я думаю, что данный продукт он довольно-таки реализуем. Еще один фактор проверить. Нет, покажи, вот куда ты, ты нажал на Google Trends, извини, я так вот влезаю. То есть ты зашел на сайт Google Trends и ты вставил вот это просто в поиск, посмотреть. Да, ты можешь прокомментировать немножко вот это интересно? Да, я вот захожу, просто можете забить Google Trends, выбирайте страну Соединенных Штатов, потому что Amazon, eBay, больший рынок мы, соответственно, будем осуществлять в Соединенных Штатах. То есть мы должны проанализировать полностью все штаты, которые, как говорится, могут использовать данный товар. И в принципе тут показать по всем регионам, то есть по каждому штату, какие штаты больше, допустим, заинтересованы в данном товаре. И вот мы можем, допустим, анализировать несколько ключевых слов по данному направлению и выявлять, какие ключевые слова являются более актуальными, более горячими. То есть здесь принцип простой, здесь просто надо применять дополнительные, можно еще ключевые слова, допустим, в зависимости от товара. То есть если это, допустим, для простой бумаги, то можно там, допустим, резинка для бумаги и так далее. Но это все надо делать на английском и, соответственно, смотреть приблизительно, какие тренды идут в этом направлении. То есть вот с 2004 года мы видим, что тренд как бы не спадает сильно, где-то держится на одном и том же уровне. То есть продукт интересен многим, потому что это получается запрос по ключевым словам именно через Google. Есть также, допустим, ряд других инструментов, которые показывают по тем или иным словам именно трендовые продукты. Это уже мы, наверное, покажем уже в следующий раз. То есть мы можем анализировать любое ключевое слово и показывать, какой у него тренд, используя специальные софты. Вот тут есть у нас еще одна такая подсказка. То есть это Google Shopping. То есть мы просто забиваем тоже в интернете, в Google, Google Shopping. И вот я тоже здесь поставил данное ключевое слово. Вот мне показало данные, как говорится, продаж данного эластика именно, допустим, в 55 магазинах. И вот здесь идет сравнение. Как говорится, минимальная цена. Вот мы можем на первую страницу перейти, чтобы посмотреть, какая вот минимальная цена. То есть начинается с 7 долларов разных. Вот на eBay стоит, потом на другом магазине. Опять на Bananze. На Bananze продается за 10.38. То есть мы можем проанализировать на тех и иных. Вот тоже на Bananze за 11.99. Просто переходим дальше. eBay, eBay, Target. На Target за 12.99. Мы можем вот так просто посмотреть, что цена неоднозначно всегда минимальна. То есть всегда тоже продается товар за более дорогую цену. В принципе, вот можете посмотреть, если мы пролистаем, цены, вот смотрите, 19-20 долларов. То есть по принципу данный продукт один и тот же начинает с 7 долларов, а уже, как мы видим, продается за 20. И вот конечный, есть даже за 35-60 долларов. Ну и, конечно, тут уже базовые расценки. То это уже, как бы, минимальная расценка по доставке тех иных магазинов. Нам, как бы, вот конечный результат вот этот. То есть в среднем цена может достигать до 30 долларов спокойно. То есть отсюда следует, что если мы, допустим, смотрим данный товар на eBay стоит, на eBay или на Амазоне стоит 7.90, то в среднем все равно он будет продаваться как минимум 15-20 долларов. И у нас здесь вы можете выбрав 15 единиц, а вписать, что, допустим, товар можете продать, там, грубо говоря, с наоценкой. Если тут нам предлагают за 9.52, то мы можем смело где-то еще на Киеве как минимум 5-10 долларов. То есть цена может быть 19-95. И непосредственно, когда вы убили, что ритейл прайс, то есть цена из штуки, единица продается за эту цену, вы хотите, то здесь уже выставлено количество Amazon, то есть компания, выставленный товар на Амазоне, сочтит продаж за вас и, конечно, когда будет заказ, она отправит за вас. То есть полная автоматизация. Но это вот конечный результат, который, в принципе, на Спрингворде будет для того, чтобы разобраться в итоге, как все это делать. То есть если вы на пакете 50 долларов, это 15 продуктов и 15 единиц. То есть в общей сумме 225 продуктов. Но еще один пример простой, чтобы понять, почему 48 центов и 35 центов. Ваня, извини, пожалуйста, объясни вот такое мнение, извини, пока мы не ушли с этой темы. Вот ты сказал 15 продуктов и по 15 наименований каждого продукта, правильно? Ты сказал 225. Можем посчитать, то есть, допустим, мы ластик купили за 45 центов с доставкой, то что Финяй за нас будет все это делать, все расчеты, все доставки, все дела, там еще 35 центов, да? Получается, 80 центов у нас обходится с услугами, а продаем его за, допустим, 9 долларов, да? Ну да, допустим, если даже минимально его продают, 9,52, здесь надо учитывать, что вот мы 83 центов, грубо говоря, тратим, а есть дополнительные комиссионные, то есть это после линии продажи, как на Амазоне, eBay и ряд других площадок. Он оставляет в среднем там где-то около 20 процентов плюс-минус от площадки, да? Просто надо дополнительно еще ставить какую-то накрутку, потому что у нас есть, ну, допустим, 15, пускай будет, пускай до 19 долларов, да? Потому что тут 4 упаковки резин. То есть, грубо говоря, если даже вот мы поставим, что чистые, пускай будут даже 10 долларов с единицы, то если 225 единиц, продолжаем на 225 единиц, то, грубо говоря, 2250 долларов. Но я, допустим, не беру... Валь, сейчас, секунду. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что человек подключился на 50 долларов на спрингборде, на Венфиняй. Но забрался тут немножко, как этот спрингборд работает. И он может с этих 50 долларов зарабатывать 2250 долларов, правильно? Да, но он должен в первую очередь ввести средства, да? Ну, это понятно. Подожди, подожди. Мы сейчас скажем, как это сделать. Я хотел именно вот акцент на этом сделать, что здесь есть товар, который компания нашла, который пользуется спросом. Он стоит 45 центов, плюс там услуги Инфиняя еще 35 центов, например, там есть формула. Плюс услуги 15 процентов берет на себя Амазон за услуги за эти, да? Да. Мы говорим, что вот такая простая манипуляция из 50 долларов, это может превратиться за, допустим, месяц в 2 тысячи долларов. Я так понимаю? Ну, в принципе, да. Потому что человек покупает данный пакет, то есть он имеет возможность участия на данной площадке. Там уже каждый, как есть возможность, то есть, допустим, человеку есть возможность 100, 150, 200 долларов для того, чтобы попробовать эту коммерцию. То есть понять, как все это работает, какие возможности, да, для того, чтобы стартануть в этот бизнес. Это вообще вот как на прошлой встрече ты с руководством, когда они озвучивали про Springboard, это вообще самая малость самого проекта, да? То есть это для вот тех, кто прикоснулся к этому бизнесу, чтобы понять, что такое коммерция, как она вообще начинается и какой цели, какой итог у данного, скажем так, бизнеса в итоге получается. То есть это как соприкоснуться к коммерции, да? То есть это понять этот бизнес, увидеть, что есть возможность купить за 48 центов. В итоге компания тоже зарабатывает за счет того, что она купила это все, предоставила, выставила на Амазон, потому что я сам проходил покупки продуктов в Китае, поставку в Соединенные Штаты для того, чтобы продукт выставить на Амазон и уже на автомате там его продавать. Я его, допустим, с доставкой, с коробкой, с логотипом, со всеми делами, мне обошлось в доллар 40 центов. И принцип здесь практически то же самое, здесь вот эта единица нам обходится 83 цента, то есть товар таких тоже очень много. И в итоге я, допустим, свой личный продукт продаю за 14.99. Здесь принцип такой же, то есть мы покупаем за 48, плюс комиссионный Infinii, плюс, допустим, комиссионный Амазон или eBay будет брать. И в итоге у нас исчисляет ценная сумма чистого дохода с каждой единицы, то есть с каждой продажи. Но я, как все, когда мы проходили регистрацию, то есть нет гарантии 100%, что вот все продукты, которые человек возьмет, 225 продадутся. То есть исходим из того, что все равно хотя бы до половины товара продастся, то это уже как минимум около 1000 долларов чистого дохода. Это уже плюс. А если даже треть товара продастся из того, что мы зарезервируем, это как минимум 500 долларов. То есть если человек взял пакет 50 и плюс вложил, допустим, около 150 долларов, это затрата 200 долларов. И если он осуществляет общий объем продажи на 500 долларов, то он уже в плюсе. То есть он уже соприкоснулся с коммерцией и начинает понимать, как все это функционирует. Дальше задача – это как раз дальнейшее изучение инструментов, которые приведут к тому, что каждый начнет именно торговлю на Амазоне, на eBay, на Бананзе. То есть тут у нас возможности просто колоссальные, потому что об этом можно рассказывать часами. И сам функционал, допустим, Infinii будет очень интересен, потому что он будет объединять здесь на данной площадке сразу, допустим, вот 4 площадки. Это Amazon, Бананза, это eBay, это Shopify. То есть это одни из площадок, которые мы сможем синхронно, делая одну и ту же работу, получать возможность торговать на 4 площадках. Это что означает? Это означает, что мы имеем возможность выставленной 1 единице товара иметь сразу на 4 площадках. То есть наш шанс по продаже увеличивается в 4 раза, потому что на каждой площадке есть свой трафик, есть свой клиент. И таким образом, используя данный инструмент, мы именно обучаемся осуществлять продажи, то есть обучаемся использовать инструмент. Потому что на сегодняшний день торговать без инструмента, это очень, скажем так, неправильно, во-первых. И это приводит к, допустим, таким вещам, которые ряд партнеров сталкиваются на пути использования, допустим, или на старте обучения торговли на таких площадках. То есть вот такой пример, как все это работает. Вань, а можно практический вопрос? Вот, допустим, сегодня сейчас я посмотрю, как мы все это делаем, и я сяду и начну выбирать товары на спрингборде. Есть какая-то рекомендация, как на оценку делать? Вот откуда ты взял цену, например, 19.95? Вот я, допустим, как выбрал. Я вот взял само название, ключевое слово, несколькими вариантами я пробил, как на Амазоне, да, то есть мне выскочило несколько вариантов разных подобных предметов. Вот разные вот тут резинки стоят подобные. Я смотрел по цене, и, в принципе, сколько продается, допустим, именно через данный как раз продукт. И, в принципе, довольно-таки, скажем так, количество именно товара, продающегося на данной странице. Допустим, вот на этой единице было продано 5 штук, то есть 40 долларов дохода. Здесь как бы не сама вот именно вот эта данная единица, потому что подобных товаров, вот тут у нас ниже, вот у нас есть подобные товары. И вот данная программка, она сразу у нас сканирует, какое количество продалось на тех иных единицах. И, в принципе, здесь, вот как я вижу, есть товары подобные за 5.97, то есть продалось более 2000 единиц. Есть за доллар, есть за 5, есть за 4, есть за 10, есть за 3 доллара. То есть вариантов много, просто переходить из одной страницы на другую и смотреть ценовую политику. Тут еще надо смотреть, что вот в нашей упаковке 4 упаковки. И вот как раз я через Google, оно дает более четкое понимание, какая тут вообще минимальная цена, да, и какая вот максимальная. То есть начинается с 7 долларов, у нас в бэк-офисе стоит за 9 долларов. То, в принципе, я вот взял накидку, как обычно делаю торговлю сам на Амазоне, то, в принципе, я накручиваю где-то 50% дохода на единицу. То есть в этом случае у меня учитывается в таблице минимальная цена, сколько она мне обходится. И сразу рассчитывается налог, все дела, комиссионные, доставка и плюс 50% сверху. То есть казалось бы, что цена возрастает практически в 2 раза, и я вот когда начинал, я сомневался, что реально будут продажи. А на самом деле получается, что продажи происходят, и в принципе здесь не так сильно зависит как раз, что начинающая цена 7 долларов, а там уже вот есть другие по 20 долларов. То есть в принципе именно такое. Посмотреть на Google Shopping, на Amazon, можно также сравнить на eBay, то есть посмотреть среднестатистические цены. И в принципе данные, как говорится, единицы сравнить, и какую ориентировочную сумму вы хотите выставить. То есть приблизительно вот таким образом. Я так понимаю, что тут не обязательно падать по цене и убивать всех ценой своей, да, там низкую цену. Потому что они делают ротацию какую-то, выдают к выдаче какие-то средние, ну постоянно кого-то выдают, да? Да, конечно. Тут вот тоже есть вот цены, которые 1 доллар 99 центов. Это вот если, допустим, проверять это у продавца, это реально люди, которые в Китае поставляют, и непосредственно используют именно площадку Amazon, как, скажем, такой трамплин получения клиентов. На самом деле товар не размещен на Амазоне, а именно в Китае. То, конечно, производители, допустим, зачастую получают определенную долю людей, именно покупатели, получается. Но тут есть некоторые факторы, это по время доставки данного продукта. Потому что если цена дешевая, это не означает, что вот все покупают за 1,99. В Америке и на Западе вообще люди привыкли к быстрой доставке, то есть 1-2 дня, максимум там, допустим, 5-6 дней, то есть неделя. А обычно, если это из Китая идет, это идет 2 недели и выше. Здесь вот можно встретить, как именно людей, которые из Китая продают, также и нормальных продавцов, которые продают это и по 10, и по 15, и выше долларов. То есть это не ограничение и как бы не показывает то, что вот именно реально вот продукт продается именно только за 1 доллар, да, или за 7 долларов. Такого нет. Вот приблизительно по вот таким параметрам я вот, допустим, определяю. Но есть куча тоже софта, да, который помогает это определить и, соответственно, посмотреть, в каком диапазоне данный продукт продается. И, как говорится, сделать небольшой анализ. Приблизительно таким образом я это делаю. Я понял, Ваня, ответил на вопрос, просто посмотрел на цены на средние такие и сделал цены. Я понял. Ничего сложного. Я для себя, знаешь, какой, вот пока ты рассказывал, что я для себя понял, у меня вообще ум за разом заходит по поводу, почему, то есть я даже не понимал, как кому эти ластики нужны, кто их покупает, или там на спрингборде, там эти прищепки для волос для девочек. Я понял, неужели на этом можно деньги делать. То есть для меня это вообще, у меня переворот сознания просто. Потому что, получается, сетевые компании, они придумали какой-то крем лица там один, да, придумали там пять номинований. И вот целая компания толкает эти пять номинований. И пытается из этого сделать миллиардный бренд. А тут, оказывается, в руках у нас миллиарды, миллионы, триллионы этих товаров, понимаешь. Мы можем, мы свободно выберем, что мы, ну, в общем, может прокомментируешь это, я чуть-чуть немножко даже, ну, ты понял, куда я к вам. Ну, да. Не, ну, на самом деле, каждый день в обиход многих людей, люди используют только очень много вещей разных. То есть это как, начиная нормально с завтрака и заканчивая вообще вечером, когда люди в душе и спать. То есть на всем пути, то есть с утра до вечера, сказать, человек сталкивается с теми или иными предметами. То есть это начиная от красоты, от гигиены и так далее, заканчивая ежедневно бытовой такой частью. И все это используется на сегодняшний день. Потому что, ну, без этого мир практически уже, как говорится, трудно будет отучить. Это равносильно, что скатится, наверное, в каменный век и использует все это. То вот это, да, на самом деле рынок, если посмотреть, в любой магазин зайти, в большом городе, то все эти товары продаются и довольно-таки в большом количестве. Обычно еще делают какие-то заманиловки на Западе, если вы заметили. Ходя мимо кассы, выставляют такие разные стендики и все там дешево. 50 центов, 1 доллар, 1 евро. И все вот это, как говорится, хозяйка, когда уже ее, скажем так, вся данная коляска уже забита разными, скажем так, товарами, там, как говорится, для себя, для дома, там, для еды, то вот подходя даже к кассе и видя вот эти дешевые товары, там, за 50 центов, за долларов, они просто закидывают, ну, 1 доллар, это недорого, да, то есть это немного. А на самом деле 1 единица может стоить там вообще 5 центов или 10 центов. То есть на этом делают очень большие деньги. И если взять вот эту совокупную, весь, скажем так, вот эту торговлю, всю торговлю именно как на земле, так и в интернете, она составляет, ну, очень большие деньги. То есть в среднем статистическом, там, наверное, во всем мире это где-то десятки триллионов долларов, такие мелочи, которые составляют вот ежедневную торговлю, начиная там с бочисток и заканчивая, я не знаю, всяких аксессуаров, там, автомобилей и так далее. То есть это вот то, что человек сталкивается ежедневно, вседневно, везде, находясь хоть дома, хоть на улице, хоть у себя в огороде, хоть на рабочем месте, даже вот компьютер, планшет и все вот это, iPad-овский кабель, всякие вот такие, допустим, обвертка, вот это на iPad, это же тоже все, как говорится, продается на ровном месте. И вот это и есть наша возможность, то есть научиться, используя данные инструменты, торговать и на этом зарабатывать средства. Именно как раз не завися от построения сети, а как раз именно научиться правильно это использовать. Если это правильно сделать, то у вас тогда будет дубликация сети. Это самый главный момент, и мне кажется, вот акцент мы должны делать именно на этом, потому что, чтобы не было как сарафанное радио, тут сказали, что 50 долларов, только купи пакетики, и тут что-то за тебя компания сделает, что-то за тебя там, как говорится, продаст, что-то отправит, и в принципе, блин, будем зарабатывать там по 10 тысяч баксов. Нет, на самом деле, сам спринборд, это прикоснуться к торговле, а основное, вот как раз это переход, освоение этих площадок, потому что сам инструмент дает эту возможность, а это надо, как говорится, на собственном примере, все это осваивать и все это внедрять. То есть надо будет пошаговая работа с каждым человеком для того, чтобы всему этому научиться. Ну, я понимаю, что, может, не все освоят, люди все разные, говорится, всех не заставишь и всех не научишь. То есть здесь будет реально, то есть кто поймет это, то кто будет действовать, кто не захочет, ну, это его проблема. Ну, это как в любом деле, знаешь, это... Я ребенку купил два велосипеда, понимаешь, он на них вообще не катается, а другому ребенку купили велосипед, он мой друг, да, он стал чемпионом Европы по велогонкам, понимаешь, то есть вот настолько ему нравился этот велосипед. Вот, мне понравилось, как сегодня Алексей озвучил тему, что мы вообще даже людям продвигаем не бизнес, да, не MLM бизнес, да, а новую профессию. Вот, может, Алексей... Площадка сама, трафик и все, как говорится, складские, скажем так, нужды, допустим, упаковка, отправка, службы по доставке, то есть это DHL, UPS, компания FedEx, это все полностью, весь процесс автоматизирован от а до я, даже вплоть до того, что, допустим, вот уже даже на собственном продукте были два возврата, да. Все, человек купил, цепочка пошла, мне пришло извещение, мне деньги заплатили, товар за два дня человек получил. Через пару дней по каким-то причинам, то есть товар не сломан, ничего, ну, человек, наверное, увидел, что не подходит, не был внимателен, да, то есть не подходит к ему, к его продукту, и, в принципе, он сделал возврат. То есть это тоже процесс полностью автоматизирован, который меня как-то кого-нибудь затрагивает. Я только, единственное то, что я получаю, это извещение о возврате. И, соответственно, средство с моего счета просто списывается, возвращается с человека обратно, товар попадает обратно на склад, на полку, для того, чтобы, когда придет другой человек, опять закажет, и он уйдет. То есть процесс полностью автоматизирован. И вот если мы научимся это применять на собственном примере, то вот, делывая с одним продуктом этот весь путь от а до я, мы можем потом дублировать 2, 3, 4, 5 разных продуктов и автоматизировать весь этот процесс на автомате. То есть не завися вообще от никаких инструментов. Единственное то, что вам не будет необходим, либо компьютер, либо если вы в дороге, это смартфон, в котором вы будете просто получать извещение о ваших продажах и отправке ваших товаров. И, соответственно, каждые две недели перечисление средств на полном автомате на ваш банковский счет. Ну и, конечно, стратегия – это как раз выявить ежеквартальное определенное количество товаров, которые надо будет постоянно пополнять свой склад для того, чтобы процесс, как говорится, не прерывался, чтобы он постоянно стабильный. И это все будет доступно на пакете Excel, который будет закреплен еще в сеть, представляете? Да, это просто хорошие возможности нет ни у кого. Это вообще один из очень хороших моментов. Почему? Потому что, наверное, люди должны пройти полностью вот это, то есть через себя пропустить и понять рынок. А вот как после начинают понимать рынок, они в том понимают, что самая интересная вещь, самая простая и самая, допустим, доступная – это площадка Amazon, которая все сделана на полном автомате. То есть это один из самых уникальных инструментов, который существует в интернет-коммерции во всем мире. То есть настолько все автоматизировано и сделано без нашего какого-либо участия. Единственная наша задача – это анализ рынка, где-то произвести, заказать, отправить в Amazon, поставить на полку, автоматизировать весь процесс продаж. Единственная наша задача – это именно продвижение. Все остальное на полном автомате. Ну и к этому все те ребята, которые все это поймут, все вот эти ребята, которые будут прикладывать эти усилия и понимать эти вещи, вот они придут в конце именно к вот этим как раз возможностям. То есть представление, то есть брендирование своего продукта. Можете даже с сегодняшнего дня думать о каком-то универсальном бренде, который может быть применен к ряд товарам. И, соответственно, это можно будет регистрировать как на Амазоне, так и через другие площадки. Потому что вот мы даже на днях с Алексеем сидели обсуждали площадку Бонанза и ряд вот этих дополнительных площадок, которые тоже можно торговать. Оказывается, это все в нашей системе синхронно, осуществляя одну работу, оно сразу расходится по всем площадкам. То есть вероятность продажи, вот как я сижу только на Амазоне, если я вот возьму на вооружение все площадки, у меня практически, вот которые я сегодня вам показал, там Бонанза, Шопи Фи, Амазон и Эбэй, то есть 4 площадки. То есть вероятность продажи в 4 раза увеличивается. То есть если я делаю только на Амазоне 30-35 тысяч товарооборота, а если на 4, просто умножайте, грубо говоря, даже на 3 или на 4 раза, это около 100 тысяч товарооборота 1 человек. А если это будет у вас в команде обучено и пошагово сделать то же самое, 100 человек, это просто уже цифры, конечно, зашкаливает этот предел. И самый главный вопрос снимается здесь с точки зрения, откуда деньги люсят. Все прекрасно понимают, что этот вопрос актуальный, очень часто задаются на старте решения эфир. И, соответственно, здесь все прекрасно понимают, что такое торговая наценка. То есть торговая наценка – это реальная коммерческая наценка, которая существует на всем процессе этапа от производства до реализации. И, соответственно, деньги эти зарабатываются абсолютно прозрачно, абсолютно без всяких скрытых схем. И каждому абсолютно понятная схема по заработку денег. Ну и понятно, что нам компания с лицензией отдает 70%. 64 уходят в сеть, а 6 уходят в фонд. То есть здесь просто работой не хочу, я так скажу. Ну, новая профессия? Да, новая профессия. Профессия третьего тысячелетия, в принципе. Вань, такой вопрос по поводу Амазона. Мы немножко уходим за темы нашей этой встречи. Люди задают вопрос по поводу открытия счета на Амазоне. Вот они, допустим, в России открыт счет на Амазоне. Можешь чуть-чуть прокомментировать, можешь что-то показать или просто сказать, что... Ну, там принцип простой. У меня есть тоже на YouTube-канале этот ролик, то есть по регистрации Амазон, там по шагу полностью от А до Я. В интересный момент, как я в ролике с Амоном тоже указал, нет Казахстана, нет Молдовы, да. Россия есть, но там вывод средств через карту Пионер. И там необходимо, именно когда вы делаете всю регистрацию и проходите весь этот процесс добавления платежной системы, вот как раз необходимо осуществить именно выбор перехода на систему Пионер для того, чтобы синхронизировать ваш кошелек Пионер с Амазоном, для того, чтобы средства вводились, как говорится, на данную карту Пионер. Допустим, тех ребят, которые в Казахстане или в Молдове, есть возможность зарегистрироваться, как, допустим, либо с Россией, либо с Украиной, либо с Белоруссией, кстати, Белоруссия есть, и указать, допустим, адрес проживания в России или в Украине. А, соответственно, уже там будет необходима как раз возможность, второй шаг, то есть добавление вывода средств, это как раз будет тоже Пионер. Но Пионер уже надо будет делать, конечно, на свой адрес проживания и вот таким образом все это проходить. То есть это не проблема, это не сложность. Вот единственный момент, мы еще тогда с Алексеем смотрели по налоговому документу, это уже такая отдельная тема, и я вот там тоже указал, потому что при регистрации в Амазон-аккаунте у вас есть два варианта. Это либо как физическое лицо, либо как юридическое лицо. То есть к этому надо отнестись тоже серьезно, и как раз вот все-таки надо будет думать, какой у вас в итоге будет бренд, как вы назовете свой магазин, и, конечно, в будущем получая такие доходы, то я думаю, что в той или иной стране налоговой и так далее надо будет отчитываться и реально показывать, откуда вы зарабатываете деньги и как это все правильно осуществлять. Так, Алексей, мы тебя не слышим. Да-да-да. Я еще хотел поделиться небольшим лайфхаком из сферы апп-приложений, да? То есть у Амазона есть еще вот дополнение, Иван, к твоему месседжу по регистрации счета. У Амазона есть вот еще такое приложение, называется Amazon Seller, которое идет в виде аппки. Для русскоязычного рынка, к сожалению, эта аппка недоступна. То есть ее невозможно даже найти в App Store, если это MacOS, ну то есть если это Apple, и, по-моему, в Google Store или как он там называется? Google Play. Google Play, если это, да, Android. Так вот, есть такой лайфхак, что вы можете просто поменять вашу геолокацию, поменять, допустим, с России на Соединенные Штаты, и тогда вы можете спокойно зайти в App Store и скачать себе этот Amazon Seller и настроить его под свой аккаунт. И, в принципе, он очень хорошо работает. Я им пользуюсь, все на автомате, управление к складам своим без проблем. Поэтому запишите как лайфхак. Это вот по принципу тоже. Я, допустим, выезжаю в город, и у меня стоит это на планшете, и оно дает сигнал, то есть когда продаж заходит, если одна за другой, так прямо идет, и пилинг идет. Пинг-пинг-пинг-пинг. То есть продажи идут. И, в принципе, ты уже знаешь, что у тебя процесс, как говорится, в работе. Ну что, наверное, подведем какие-то итоги. Алексей, ты тут? Алексей, наверное... Да, Алексей что-то отключился от нас, или где он? Вроде здесь, но вроде... Я думаю, что на сегодня предостаточно информации, чтобы люди все-таки освоили, разобрались во всем этом, и, в принципе, надо понять, в какой среде они оказались, и постепенно, все это изучая, не торопясь, прикоснуться ко всему этому, и, конечно, в итоге все равно рано или поздно каждый человек, который хочет освоить эти все инструменты, эти все возможности, поймет, что это такое, как с ним работать, и как данную возможность именно брать свой основной заработок, свою основную профессию, и двигаться в этом направлении. Я думаю, что многим это понравится, и мне уже, как говорится, от этого дела не оттащить, потому что... Ну, я думал, что немножко это сложно, да, изначально, вы, блин, из области фантастики, а сейчас я понимаю, что это совсем другие вещи, и возможности просто колоссальные. Но это равносильно то, что было на земле, торговали магазинчики, рынки, а это все сейчас переносится виртуально, но только более профессионально и более автоматизировано. То есть это простому продавцу на земле сказать, что я могу купить товар из Китая, сидя дома, не выходя никуда, отправить его в Соединенные Штаты, там примут его на склад, разместят на полку, и, соответственно, он весь этот процесс автоматизирован, то есть от заказа, отправки и доставки, он скажет... при этом я нахожусь где-нибудь там на Малии, да, то есть это процесс вообще на самом деле такой. То есть многие, наверное, не поверят изначально, но вот когда столкнутся с вот этим, они вот это все ощутят и поймут, как все это работает. Алексей, еще такой вопрос, Иван тоже. Скажи, пожалуйста, в какую-то минуту нам понадобится американский адрес, например, для регистрации на eBay или где-то там? Есть такая или необязательная? В момент регистрации или это не нужно? Это надо будет, когда мы будем использовать инструменты и указывать, да, в Infineye, то есть показать, что реально отправка начинается, там, допустим, с такого-то индекса, то есть адрес, допустим, Нью-Йорк или Вашингтон или другие города для того, чтобы все это автоматизировать, а не было так, чтобы и отправляющий именно с России этот товар куда-то вообще в Соединенные Штаты, потому что процесс немножко другой. здесь надо будет. Но это мы покажем, например. Да, и мы с этим познакомим обязательно. У нас есть, мы нашли компанию в Америке, очень такая надежная, которая предоставляет американские адреса, и мы запишем видеоролик на эту тему и ссылку дадим, вы зарегистрируете, там ничего сложного нет. У Вас будет у каждого свой американский надежный адрес, это не почтовый адрес будет, а реальный адрес. На него там может приходить к Вам почта, по Вашему пожеланию могут открывать, фотографировать Вам там, уничтожать, если Вам это не нужно, то есть пересылать, то есть это будет, это хорошее вообще в целом иметь. Если Вы путешествуете, то вообще стабильный даже точку такой неплохо иметь. Ну что, ребята, тогда надо сейчас, мы ждем сейчас обновления системы, Infinii, я думаю, мы так плотно поговорили с ребятами, сейчас все знают, что пора им делать апгрейд на пакет 50, кому-то уже пора делать апгрейд на 150, заводить небольшие деньги на покупку этих товаров, небольшие суммы совершенно, там можно начать с 50-70 долларов, как я понимаю, и в принципе начинать уже двигаться, подключать людей к системе и ставить, как сказал Алексей Ридель, ставить планы на 2016 год. Я считаю, что если Ваши планы не вызывают у Вас мурашки на спине, значит планы будут достаточно большие. Да. Ну и я хочу тоже еще добавить буквально одно слово, я хочу, чтобы каждый партнер прожил вот эту эмоцию первой продажи, потому что вот только эта эмоция начинает показывать, что насколько это круто, когда ты видишь, что по сути сидя дома, ты разместил товар, который стоит там 50 центов, а продал его за 10 долларов, ну я к примеру, да, и ты заработал на этом там 7 долларов 50 центов за вычетом всех таксов, вот эта первая эмоция такая, вау, 100 товаров или когда это будет 7 с половиной тысяч долларов, то это будет тройное вау, поэтому я желаю всем прожить эту эмоцию. Ну то есть по логике, да, это очень классно, как первый поцелуй, то есть по логике мы можем сразу некоторые вехи расставить, например, это как первая продажа или первый партнер, там первые тысячи долларов, там первые 5 тысяч долларов заработаны, первые 50 тысяч долларов, первый миллион долларов, то есть такие большие вехи, здесь есть куда стремиться, это классно. Ну супер, хорошо, ребят, значит, завтра, как я напомнил, да, завтра мы вам также пригласим вас на встречу с руководством компании по поводу большого количества обновлений, мы кое-какие вещи уже видели, то есть поэтому мы знаем, что там все ожидать в какой-то степени, и это на самом деле ошеломительно, то есть это реально ошеломительно, то есть компании все эти выходные, все новогодние праздники на самом деле работали люди в поте лица в три смены, чтобы это все порадовать нас и запуститься. Хорошо, Вань, тогда давай закругляем эту встречу, мы желаем всем всего самого хорошего и… Ну я желаю всем, чтобы испытать такое ощущение, когда первый раз вам придут сразу за один день так 20 продаж, что у вас ладошки вспотели и вы думали, что делать, блин, куда бежать, вот это, конечно, ощущение просто невероятное, то есть на собственном примере, знаешь, и как страх, и ужас, и какое-то такое внутреннее состояние, необыкновенное, это с чем не передать, я не знаю, это все надо ощутить на себе и потом скажут, вот точно тогда ребята говорили, и вот оно на самом деле вот такая вещь. Так что я думаю, что на сегодня все, спасибо вам два Алексея за такую интересную встречу, да, и довольно-таки очень информацией, каждый поделился своим видением, мнением и пониманием того, где мы находимся. Так что, действуйте. С вами был Иван, Алексей, еще раз Алексей. Всем пока. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok